Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас в нашей литературной гостиной. Сегодня наш гость Татьяна Андреевна Алисевич, филолог, дочь известного ульяновского поэта Андрея Ивановича Царева. Татьяна Андреевна Алисевич много лет работала в библиотеках города, в областной библиотеке для детей и юношества и в центральной городской библиотеке имени Ивана Александровича Гончарова. Здесь, в библиотеке имени Гончарова, она вела спецкурс «Литературный Симбирск и современный читатель». А сейчас мне хочется предоставить слово Татьяне Андреевне Алисевич. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Алисевич Татьяна Андреевна, и сегодня я гость литературной студии при журнале «Симбирск». Мне хочется непосредственно наш разговор начать с двух, наверное, важных литературных информационных поводов. Как сейчас говорят, информационных поводов. Прежде всего, наступивший год у нас будет знаменоваться юбилеем нашего выдающегося земляка, великого романиста, замечательного писателя, классика отечественной литературы Ивана Александровича Гончарова. В июне мы будем отмечать 210 лет со дня его рождения. И вот что удивительно, чем дальше отстает время рождения, время творчества Ивана Александровича, современного читателя, тем более оно интересно и востребовано. Тем больше каких-то смыслов новых, новых грани в его творчестве читатели открывают для себя. И поэтому для нас, конечно, это, ну, его земляков, это очень важная дата, безусловно. А вот второй информационный повод – то, что библиотечная система, наша городская библиотечная система, в преддверии этого юбилея сумела, успела выпустить замечательную книгу. Она, ну, просто замечательно даже внешне выглядит. Вот мне хочется ее показать. Книга, которая адресована молодым читателям, юношеству прежде всего. И основана эта книга полностью на тексте романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». Это очерки путешествия Ивана Александровича Гончарова, которые он совершил в среде 19 века с такой очень важной дипломатической миссией в качестве литературного секретаря адмирала Путятина на военном парусном корабле «Паллада». Никто не думал, что Иван Александрович вернется. Действительно, два с половиной года было это путешествие. И вот возвращение через Сибирь и Дальний Восток, про который мы долго думали, нужно ли оборвать морское путешествие, когда они приплыли к Сахалину, или все-таки? Я посчитала, что обязательно это нужно, потому что это же открывает просторы нашей страны. Это то, что мы дерзнули вот эти просторы открыть. И Гончаров, опять же, наш с вами земляк, можно сказать, впервые в этом романе описывает, какие были проложены пути, по которым их отряд, так скажем, всего третий раз проходил по этим дорогам. Конечно, они были не обустроены, конечно, это было тяжелейшее путешествие. Он сам говорил, о-о-о, это даже сложно сравнивать с моим морским путешествием, сухопутное путешествие. Оно оказалось не менее сложным, а даже, может быть, и более сложным, когда нужно было идти через топи, болота, тундры, через подниматься на Джукджар, вот эту вот Монблан Тонгусский, как он его назвал, эту великую гору преодолеть. И дальше, и в морозы уже, в Якутск, в сибирские морозы, обледенелый весь он, когда в Иркутск прибывает, уже 36 градусов мороза, и все это надо было преодолеть. Вот что стоит детская мечта. Но детская мечта родила вот эту замечательную, географически уникальную в литературе нашей роман «Фрегат Паллад». Вот такая работа проделана, и такая книга существует. Да, и мне нужно еще давно сказать, конечно, обязательно, эта книга еще и двуязычная. Почему? Издание этой книги поддержал полностью Российский фонд культуры. Наш город – это же литературный город ЮНЕСКО. Мы являемся литературным городом ЮНЕСКО. И вот в рамках деятельности своей наш город издал вот эту книгу. Поэтому книга двуязычная, над ней трудилась еще и переводчица, и поэтому эту книгу с творчеством нашего земляка Ивана Александровича Гончарова может и англоязычный читатель также познакомиться. Вот такую книгу навстречу юбилея Ивана Александровича Гончарова выпустила библиотечную систему города, в которой я принимала активное участие. Вот это замечательное такое вот явление нашей литературной жизни. Ну, журналу «Симбирск» нашему литературному я очень благодарна за то, что когда исполнилось 100 лет со дня рождения моего папы Андрея Ивановича Царева, он был журналистом, писателем, членом Союза писателей СССР. В 1962 году в октябре его приняли вот в эту очень уважаемую тогда, ну и сейчас, конечно, организацию. Но просто не так было легко поступить, вступить в ряды членов писательской организации. Нужно было уже иметь несколько книг изданных, уже себя зарекомендовать, как действительно достойного писателя, достойного, который может влиться в эти ряды писательские. И вот в журнале «Симбирск», в нашем литературном журнале, нашли возможность, повторю, очень благодарна, опубликовать мой очерк о папе. Я полностью тут как бы проследила очерк, называется «Мои святые отчаи края», слово об Андрее Цареве. Этот очерк, в этом очерке я пыталась проследить вот всю его жизнь крестьянского паренька, родившегося в довольно глухом селе Верхняя Маза. Ну, теперь это Верхняя Маза, Ульяновская область. Тогда она, ну, Симбирская губерния, конечно, тогда тоже была. И как это постепенно в нем рождалось чувство, поэтическое чувство, и вылилось вот в то, что он стал журналистом прежде всего, это его была так святая обязанность, пометую некрасские слова, поэтому, что не быть гражданином, быть обязан. Вот это для него, наверное, было кредо просто, но поэтом он тоже стал. Причем, прежде всего, он стал детским поэтом. Он начинал с издания книжечек для детей. Но я хочу сказать, что это тоже вообще дело очень непростое писать для детей. Но, как всегда говорили наши маститые детские писатели, для детей нам надо писать так же, как для взрослых, только гораздо лучше. Ну вот, может быть, в этом помогало папе, вот Андрей Иванович Царев, помогало то, что... Ну, как он шел в путь в журналистику? Вот через педагогическое поприще. Он сначала стал учиться в Куйбышевском педорабфаке, такое вот было заведение в те далекие годы, потом в Сызранское педучилище, и работал он в Верхнем Азе учителем. И вот, возможно, эта близость к детям, близость к их интересам, наблюдение над детьми и за детьми, наверное, как бы помогло ему вот в этом детском творчестве. И первая его даже книжечка «Помощница» и «Тимуровка», вот две маленькие книжечки, маленькие, такие интересные книжечки, «Крохотные», они выходят еще в начале 41-го года, до войны, в Куйбышевском издательстве. И вот эта маленькая книжечка, она была замечена. Литература веда, критики отозвались очень хорошо. Но это, конечно, я думаю, подстегнуло и самолюбие писательское, так скажем, амбиция молодого автора. И, конечно, любовь к родным местам, как он сам говорил, питала его творчество. Верхняя Маза – это Денис Давыдов, прежде всего, конечно, вот это легендарное имя. И папа не мог пройти, конечно, мимо такого имени. И помнит он, и, конечно, вот какие-то моменты из рассказов своего деда, своей мамы, моей бабушки, которые служили в усадьбе Дениса Давыдова. И, так сказать, эти мифы, они все были в семье, рассказы. Помнит даже спасенную книгу, когда пожар начался в усадьбе Давыдовых, и спасенную книгу Пушкина, когда дед спас его, дед спас книгу Пушкина из корящей библиотеки усадьбы Дениса Давыдовых. Вот это все он отразил в поэме Денис Давыдов, которая называется «Высокое достоинство». И мне тоже очень отрадно. Книга, вот эта вот отдельная поэма «Высокое достоинство» не была отдельной книгой напечатана. Хотя тогдашний губернатор, это было еще при Шаманове, он сказал, что да, надо бы издать это отдельной книжечкой, поэму о нашем земляке, таком генерале, партизане, герою 1812 года, отдельной книжечкой. Но, к сожалению, времена уходят, меняется все. Не издали. Издали в газете, в газетном варианте. И газетный вариант музей хранит в Верхней Мазе. Ну вот, а журнал «Симбирск» напечатал эту поэму полностью. И напечатал даже вот отзывы, что очень важно, отзывы потомков Дениса Давыдовой, которые моему папе написали, вот правнучка поэта, правнук поэта, вот написали письма после того, как они ознакомились. Здесь вот отклики на поэму Дениса Давыдова, о Денисе Давыдове потомков поэта Дениса Давыдова. Вот, они высоко ценили, им понравилось. И, в общем-то, хорошие отзывы. Конечно, это было очень важно для автора, для моего папа, получить такие отзывы от потомков самого Дениса Давыдова. Это моя книга, так скажем, книга воспоминаний, но она так вот сложилась по-разному как-то, вот эти воспоминания, они очень разные. Где-то я буквально вспоминаю и дом, и живописное место, где мы поселились, когда приехали в Ульяновск в 54-м году, на склоне, в Волжском склоне, под Венцом, под Крывеческим музеем. Была такая вот, она и сейчас, эта лестница существует, знаменитый Никольский спуск. А в наше время этот спуск назывался спуск железной дивизии, которой сейчас нет, к сожалению, такой улицы. Но она существует в памяти очень многих. Моей памяти, в памяти моих сверстников, моих ровесников, моих соседей по дому, моих одноклассников, которые жили близко. Вообще вот Венец и этот спуск железной дивизии, спуск к Волгу, это были наши места бытования в детстве. И, конечно, эта красота природы, она не могла не наложить отпечаток на наши души, на наше восприятие окружающего мира. И вот это я хотела все в своей книге отразить. Ну, как потом читали мои сверстники, они говорят, да, это вот, да, мы это тоже помним. И даже мне какие-то детали подсказывали вот об этом. Написала ли ты об этом? Написала ли ты вот о часах с боем написала? Написала ли ты о мороженом, необыкновенном новинце? Написала. Вы знаете, оказывается, вот такие штахи и детали были очень дороги, и они сохранились в памяти. Ну, мне удалось вот словесное выражение их запечатлеть. Я этому очень рада. Вообще, как я и в предисловии написала, главный герой этой книги – город. Это наш город. И почему очень личная история? Я долго думала, как назвать. Вот и благодарна нашей библиотечной системе, которая выпустила эту книгу, и благодарна опять журналу «Симбирск», которая напечатала отрывок из этой книги, в последнем, да, в шестом номере за прошлый год, в своем номере, отрывок из этой книги «Очень личная история». Почему? Ну, там назван по-другому «Букет белых колокольчиков». Да. А «Очень личная история» я назвала книгу так, потому что действительно у каждого жителя нашего города складываются очень личные истории с городом. У каждого есть своя личная история. И вот очень личные истории я здесь запечатлела. Здесь у меня много разных героев, моих сверстников. Истории не выдуманы абсолютно. Просто я их попытала обречь в какую-то вот литературную форму. Не просто вот воспоминания, да, вот было то, то, сё. Как я вспоминаю, например, о книжном издательстве на улице Труда 7. Некоторые мне сейчас говорят, да разве было там книжное издательство на улице Труда 7? Говорю, да, именно на улице Труда 7 было книжное издательство, где был редактором художественной литературы мой папа, куда я часто забегала там после школы. А ещё потому, что в доме номер 5 жила моя очень близкая подруга. И я не могу о ней не вспомнить. К сожалению, её нет уже с нами. Но благодаря ей во многом и написаны эти воспоминания. Потому что мы с ней часто что-то вспоминали, часто о чём-то говорили. И она меня так и подвигала что-то ещё и написать. И я писала, зачитывала ей. И она была, так сказать, моим первым читателем, слушателем и моим нам первым критиком, рецензентом. Вот, наверное, так. Ну, конечно, как я уже сказала, выпало нам здесь, моим сверстникам, ну, здесь и фотографии мои собственные. Не могла, конечно, обойтись без фотографий любимых мест, любимого венца, любимого тополя, мимо которого шла я с 7-летнего возраста. И сейчас хожу мимо этого тополя. Он постарел, я уже другая. Но вот мы друг друга узнаём всегда при встрече, когда я на венце бываю. И Симбирская, Барселона, вот очень многие мои ровесники и те, которые ещё помнят этот дом, которого сейчас нет, а на месте этой Барселоны, в кавычках, конечно. Потому что этот образ родился из образа дома Василия Аксёнова, из романа «Звёздный билет». Там тоже была Барселона. Дом под снос в центре Москвы. Все хотели новые дома, новые квартиры. Вот это Барселона. И вот так же у нас как бы перенос произошёл этого названия на этот коммунальный огромный двухэтажный дом, где находился ещё и гарнизонные какие-то там дела. Там жили в основном офицерские семьи. Многие были фронтовики. Вот коммунальный двухэтажный дом. Сейчас его нет. Он снесён. На этом месте стоит новое здание прекрасной дворца книги. И когда я туда прихожу и смотрю из окна, и вспоминаю тут же, что я была вот здесь в гостях у своей подруги, вот так, и из этого окна я видела тот же пейзаж. Но столько прошло времени, столько событий, столько утекло воды с волкой, которую мы видели перед глазами. Но, конечно, мне хотелось это всё написать, и всё это, чтобы это осталось и для меня самой, и для других. Ну, одно из любимых мест, с которым тоже наше детство очень связано. Вообще, вот это место, оно, конечно, знаковое для нас. Посмотрите, как там концентрат, как я и пишу, это концентрат красоты. Сам по себе парк, венец, бульвар, да? Парк Владимирский сад, который в моём детстве назывался парком Свердлова. Филармония, дом музыки, дом науки, это сельскохозяйственная академия, да? Это классическое издание. Дом изящных искусств – это музей художественный. Дом книги, библиотека. Посмотрите, вот мы жили в окружении всего этого, театр неподалёку. И я хочу сказать, что на всех моих подруг так или иначе всё повлияло. Одна стала актрисой, другая стала художницей. Ну, я вот волей судеб связана по жизни с библиотеками и литературой, так или иначе. Другие связаны с какими-то науками. Кто-то стал скульптором, художником. Понимаете, вот всё наше окружение невольно испытало в себе влияние этого мира, в который мы были с детства погружены. Это опять к тому, как на ребёнка влияет очень много. Вот этот социум весь совершенно неосознанно влияет. И парк, Владимирский сад, парк Эми Свердлов тогда, он был для нас очень притягательным. Попасть в него можно было только за плату вечером. Да, продавались билеты, там играла духовая музыка. И сейчас, когда я там бываю, там бываю часто, конечно, мне жаль, что он не такой уже. Там была прекрасная, внизу ухоженная аллея, внизу стояло колесо обозрения, с которым было видно всё за Волжье. И, конечно, туда стремились. Там были детские площадки, там стоял пильярдный зал для заядлых любителей бильярда. Там очень много, но самое главное, что там были ухоженные аллеи с цветниками, стояли скамейки, фонари горели всю ночь. Там можно было спускаться на Волжский пляж. И это было излюбленное место, спуска по этой лестнице. Там много было чего. А рядом танцевальная площадка. Как её все вспоминают, люди уже более старшего поколения. И однажды, когда я там была, смотрю, человек примерно моего возраста, идёт, и... Ну так вот мы как-то... где одного возраста люди уже общаемся друг с другом, несмотря на то, что мы незнакомы. Он говорит, а вот помните, я говорю, да, да, нет этой танцевальной площадки, нет. А вы знаете, я ведь там... Да вы, наверное, помните, я же там играл, в оркестре. У нас же была там живая музыка, я играл. Вы, наверное, должны помнить, мы играли в красных рубашках. Я говорю, нет, к сожалению, я этого не помню. Но то, что вы помните, давно уже живёте в другом городе, и помните это, это замечательно. То есть вот сад Владимирский, я хочу от стихотворения своё прочитать. Своё стихотворение, посвящённое этому саду. Моя юность, Владимирский сад, Вход свободный, не надо билета. По аллеям, как прежде, Звенят золотые мелодии лета. Я влюбилась в тебя невесной, Весной, разноцветной порой листопада. И с тех пор ты всё время со мной, В моей жизни земная отрада. Помнишь, школьницей в детском пальто Собирала я листья в гербарии? И не знала тогда я про то, Что мы связаны будем годами. Как здесь часто парила душа Выше мудрых задумчивых сосен. Согласись, я была хороша Восемнадцать отчаянных весен. Первомай, первоцвет, Первый раз всё случалось здесь в жизни со мною. Ты под ноги стелил мне атлас И дурманил пахучей травою. Стал могучим развесистый клён, Я к стволу прижимаюсь щекою, Но дорога идёт под уклон И мерцают огни за рекою. Вот такое стихотворение написалось у меня В память и о сегодняшней любви К этому парку, к этому саду. Вот даже когда собирали Тут гражданские петиции, Что бы вы хотели изменить в облике города, Я написала прежде всего Установить нижнюю часть парка. Потому что тот парк в нашей памяти Это была жемчужина города. Это было притягательное место для молодёжи. Оно и сейчас притягает. Я там часто бываю. Молодёжь там часто бывает. Но окружение, вот сам по себе, Вот дух этого парка немножко ушёл. А хотелось бы его зародить Даже в память о предыдущих поколениях. Мне хочется сказать, что мои стихи В не единственном, так сказать, роде существуют. Не единственное такое стихотворение написано мною. И опять же благодарна журналу «Симбирск», Что мои и поэтические опыты, Но наряду с моими литературой, Веческими статьями, Которые я писала, не могла не написать. Когда я проводила долгие годы, По-моему, в 2011 году я вела Спецкурс «Литературный Симбирск» И «Современный читатель». Мне очень хотелось, Ну я как филолог, конечно, Мне хотелось донести вот это богатейшее Литературное наследие Симбирского края До современников наших, Опять, прежде всего, до молодых читателей. Через педагогов. И поэтому для педагогов спецкурс. Но мы всегда, я старалась Открывать для них вот какие-то новинки Литературу Веческие. Вот о языке, что написано, А вот о Денисе Давыдове появился, Даже новый роман вот написали. А вот там что-то такое, Садовникове пишет наш, Жорес Трофимов, Уважаемый наш краевед. Вот, ну все, Что возможно было Использовать весь арсенал, Для того, чтобы приблизить вот это прошлое К современному состоянию читателя, Вот это все делалось. И эти статьи, которые я не могла Не писать об Изнобишине, Восточник наш замечательный, Редкостный, редкостного таланта поэт, Я писала, и статьи также публиковались. И стихи. Ну стихи, мне всегда казалось, Что это мое, так сказать, Побочное какое-то, так сказать, Явление в моей жизни. Нечастое явление в жизни. Но журнал оценил. И несколько стихотворений Было опубликовано. Мне хочется уже вам прочитать. Ну, сейчас февраль, Скоро 1 марта, не за горами. Мне, наверное, хочется вот Прочитать именно стихотворение Предвесенье, или даже уже весеннее. Город весной. 1 марта, калиточка в сад, Все растушевано легким туманом. Зебки и яблони все еще спят, Не просыпайтесь, пока еще рано. Вот акварельная нынче весна, Всюду вода до полоски заката. Город как будто в стакане вина, Белого рислинга или муската. Город как плавающая свеча, Пятна огней и рельефов, Нечеткость. Не помешает надежность плеча Чьей-то неверной походке. Город как яблоневый бутон, То бледно-розов, То млечно-оранжев. Первый капелли томительный тон, Первый кораблик бумажный. Яблони спят, И от зимнего сна, Нежно целуя, Их будет весна. Так что скоро весна, Будем ждать весну Просыпающихся яблонь И красоты Нашего венца, Наших замечательных мест, Нашей волги-красавицы. То, что нам, Как говорил папа мой, Наследство так щедро подарило Наша Родина, Наш город, Нашу природу русскую. Дорогие друзья, Мы благодарим Татьяну Андреевну Алисеевич За участие в нашей программе. И думается, Что после этой передачи Вам захочется найти и прочитать Книгу Гончаров-фрегат-паллада В новом формате, Подготовленную Сейчас, Сегодня Для новых читателей. И благодарим Татьяну Андреевну За ее воспоминания. Страницы воспоминаний, Опубликованные В журнале Симбирск, Завершаются так. Мои путешествия по городу Проходят привычными маршрутами. Но каждый раз Это другое путешествие, В котором я заново переживаю Происходившие в детстве И юности Очень личные истории. Мои и не только. И эти цветы воспоминаний Невольно собираются в букет. Букет белых колокольчиков. Именно так Названа публикация В журнале Симбирск номер 6 За 2021 год. Читайте, дорогие друзья, Читайте журнал Симбирск. Благодарны всем нашим читателям И авторам За сотрудничество, За внимание к нашему изданию. Благодарим за внимание вас, Дорогие друзья. Всего самого доброго. Доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok